Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В сегодняшнем выпуске я, Влада Васильева, расскажу о некоторых событиях Гомеля и Гомельской области. Не переключайтесь. Коротко о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. Продолжение темы. Долгосрочные прогнозы обещают, что предстоящие выходные станут последними теплыми в этом году. Похолодание придет в Беларусь уже через несколько дней. В стране установилась сухая теплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы. Синоптики утверждают, что тепло сохранится до самого конца недели. Выходные тоже будут теплыми. В субботу прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. В воскресенье погода начнет портиться. Днем почти по всей стране пройдут коротковременные дожди. А в понедельник в стране уже похолодает. Местами возможно дожди. Столбики термометров поднимутся максимум до 19 градусов. Во вторник в Беларуси температура продолжит падать. На большей части территории страны прогнозируются дожди. Так что успейте насладиться бабьим летом. Но и не будем забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются. 29 сентября на сцене университета имени Франциска Скорына будет показан спектакль народного студенческого театра «Зеркало». В постановке «Вся наша жизнь. Игра» задействованы студенты и выпускники вуза. Сценарий собран из пьес различной тематики. Но так или иначе вращается вокруг театральной темы. Увидеть премьеру может каждый желающий 29 сентября в 19.00. Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона в Гомеле 57 33 30. В музее истории города Гомеля проходит выставка фотографий «Колесо жизни белоруса». Нам всегда интересно заглянуть в прошлое, особенно если это прошлое одной семьи. Рассматривая старые фотографии, задумываешься о влиянии на нас наших корней. Экспозиция стала своего рода продолжением проекта «Белорусский семейный альбом». В пожелтевших фотоснимках целая жизнь в череде событий. В них шесть оборотов «Колеса жизни» – детство, взросление, учеба, свадьба, семейная жизнь и смерть. Совершить путешествие по жизни белорусов предлагается до 4 октября. 26 сентября в Мозыре пройдет агрофестиваль «Дожинки-2020». Областной праздник тружеников села встретит обновленный город на Припяти. Жители Гомельской области привыкли к более поздним срокам дожинок, дожидаясь завершения работ по уборке кукурузы. Но в этом году было решено изменить традиции, чтобы отметить праздник в сравнительно теплую погоду. В 21-м районе Белоруссии действуют запреты и ограничения на посещение лесов. В Гомельской области они введены в Мозырском, Реческом, Калинковическом, Наравлянском, Лельческом и Ельском районах. Ограничения введены в Октябрьском и Житковическом районах. Такая мера принимается в случае высокого класса пожарной опасности и снимается при стабилизации обстановки. В Белоруссии проходит акция МЧС «Молодежь за безопасность». В рамках этапа 112 добрых дел до 30 сентября участники акции окажут посильную помощь одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам. Второй этап акции будет проходить до 9 октября в домах престарелых, домах ветеранов, территориальных центрах социального обслуживания населения и домах культуры, а также среди любительских объединений для людей пожилого возраста. А в ходе финального этапа, который пройдет с 12 по 16 октября, особое внимание уделят юным спасателям пожарным. Для них проведут осенний бал юных спасателей. А для населения запланированы масштабные мероприятия в рамках шоу-программы. 25 сентября в Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Профилактическое мероприятие под девизом «Время стать заметным» напомнит о важности использования световозвращающих элементов. Участникам дорожного движения напомнят о правилах и пользе ношения световозвращателей в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Фликеры позволяют светиться в ближнем свете фар на расстоянии 130-140 метров, а при движении с дальним светом на расстоянии 400 метров. Важно, чтобы фликеры были хорошо видны водителям, поэтому их необходимо правильно закреплять. Оптимальный вариант – использование повязок и браслетов, прикрепленных на руках и ногах пешехода со стороны проезжей части. Велосипедистам не лишним будет надевать жилеты повышенной видимости, ну а водителям, в свою очередь, быть внимательной на дороге. К другим интересным новостям. В Японии представили самый маленький в мире кубик Рубика. Экспонат продемонстрировали по случаю 40-летия, с момента появления этой головоломки в стране восходящего солнца. Алюминиевый кубик весит около двух грамм, каждая из его сторон почти равна одному сантиметру. Экспонат показали широкой публике на выставке, приуроченной к дебюту, кубика Рубика в Японии в 1980 году. На ней также демонстрировалась мозаика более чем из полутора тысяч кубиков Рубика, которая изображает изобретателя Эрна Рубика. В Токио для привлечения туристов транспортная компания построила гигантский лабиринт из туристических автобусов. Прогулка по такому лабиринту стала лишь частью турпакета, но она приглянулась покупателям. Автобусы припаркованы очень близко друг к другу, стоит отдать должное мастерству водителей. Да и выбраться из лабиринта оказалось не так просто. У компании около сотни автобусов, и для сооружения лабиринта было задействовано больше половины – 60 единиц. Сегодня в рубрике «Есть вопрос» адвокат и нотариус Анна Журавлева расскажет о разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг. Часто такое случается, что запланированное и оплаченное туристическое путешествие не может состояться. По независимым причинам турист может отказаться от тура, и это право предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Для того, чтобы отказаться от тура, необходимо обратиться с письменным заявлением в туристическую компанию, с которой заключен договор. И в заявлении необходимо указать, что вы отказываетесь от тура и просите вернуть вам оплаченные деньги. Такой отказ предусмотрен в одностороннем порядке, и поэтому для расторжения договора согласие туристической компании не требуется. Туристическая компания обязана вернуть денежные средства за исключением фактически понесенных расходов, размер которых компания должна подтвердить документально. Если туристическое путешествие не состоялось по причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, как, например, решение государственных органов о закрытии границ, либо введение чрезвычайного положения, либо возникновение обстоятельств, которые угрожают жизни и здоровью туристов, то туристическое путешествие может быть отменено, либо изменены условия договора. В случае расторжения договора по таким обстоятельствам деньги должны быть возвращены в полном объеме. Турист может столкнуться с ситуацией, когда немедленное возвращение денежных средств туристической компании невозможно ввиду их отсутствия. И тогда, конечно, за туристом сохраняется право обращения в суд за судебной защитой. Однако необходимо помнить, что судебные решения, связанные с денежными взысканиями, иногда не могут быть реально исполнены. И поэтому предпочтительным является разрешение вопросов, связанных с изменением туристического путешествия, либо вопросов, связанных с расторжением договора об оказании туристических услуг, решать посредством проведения переговоров, либо путем применения процедуры медиации. Это был Утренний Фрэш. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным. Оставайтесь на Беларусь 4 Гомель. С нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова